История Людмилы Викторовны больше похожа на криминальный киносюжет, только сценарий вышел весьма реалистичным и болезненным. Всё произошло в её собственной квартире. Осенью на подселение в свободную комнату к ней попросились двое сожителей. Мужчина и женщина, торговавшие на рынке картошкой, искали кров и обещали платить по 6 тысяч в месяц за предоставленные квадратные метры. Пожилая женщина согласилась, подумала, что деньги с аренды к пенсии будут не лишними. Только теперь Людмила Викторовна признаётся, если бы знала, чем ей аукнуться эти средства, ни за что не пустила бы на вид приличную парочку, даже на порог. Я была на кухне, а потом это сама, пойдёмте, говорит, в комнату и мне надо с вами поговорить. Ну, подашь холка мне и говорит, мне нужно 10 тысяч. Я говорю, у меня нету 10 тысяч. А он, ну и тогда вот он вот здесь вот так вот достаёт из кармана ножик вот большой такой, здоровый этот у меня. Ну, обеденный такой, столовый ложек. Он говорит, я 17 лет отсидел уже, и мне тебя убить, это вот как будто бы как расплюнуть. Я говорю, а за что ты меня убивать-то будешь? Месяц парочка жила спокойно, вспоминает пострадавшая. Может, ругались между собой, выпивали, но её не трогали и особо не мешали. Поэтому и подозрений насчёт того, что оба, как выяснилось, были судимыми, у неё не возникало. Готовила, говорит, на всех, часто только из своих продуктов. Надеялась, ответят добром, а ответили утюгом, приставленным к лицу. Я говорю, ну нет у меня денег-то таких. Она сидит и говорит, ну у неё ещё золото есть, давай, говорит, с неё золото стрясём. Ну он давай, это с меня, давай, где у тебя золото лежит. Ну я тоже им показала, думаю, пусть забирают. Я сейчас, говорит, это самое, с неё всё равно выбью эти 10 тысяч. И вот пошёл за утюгом. Принёс этот утюг, и мне вот так вот, ну он холодный ещё был. Он раз, мне вот так вот к щеке приложил этот утюг и включил его. Включил и говорит, сейчас ты мне всё скажешь и всё отдашь. Вот тут, вспоминает пенсионерка, испуг прямо подкатил и одолел. В считанные секунды, пока мужчина отвлёкся, вырвалась и побежала в подъезд. Открыла дверь, стала звать на помощь, но никто из соседей даже не выглянул. Преступник бросился вслед и схватил за волосы, повалил на пол. А потом затолкал обратно в нехорошую квартиру, где вместе с сожительницей продолжил выбивать из Людмилы Викторовны деньги. Обессиленную от рукоприкладства женщину парочка бросила. Забрав награбленную квартиру, съёмщики сбежали. С собой прихватили все телефоны, которые были в квартире, дешёвые солнцезащитные очки и уже старенькую бижутерию. Перед уходом Сахнов пригрозил, заявишь, найду и убью. Узнав о произошедшем, дочь пострадавшей вызвала полицию. Спустя сутки разбойную пару задержали. Свою вину Сахнов признал сразу. Пошёл на сотрудничество со следствием и заключил досудебное соглашение. А вот его подельница всё отрицала до последнего. На основании изложенного прошу суд признать Иванову Миру Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. В соответствии с частью 5 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации отменить условное осуждение Ивановой по приговору Мирового судей судебного участка номер 2 Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 5 мая 2022 года. На основании статьи 70 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности приговоров к назначенному за вновь совершенное преступление наказание частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Мирового судей судебного участка номер 2 Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 5 мая 2022 года. Окончательно назначить Ивановой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сахнов получил 3,5 года, а его подруга, не раз подававшая апелляции и отрицавшая свою причастность к разбою, приговорена к 4 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Такие преступления Светланы Шестакова, старший помощник прокурора Абакана, уже много лет доводит до финальной точки. Она пришла в органы после окончания юрфака в 2008 году, устроилась следователем. Сейчас же ее работа делает так, чтобы со скамьи подсудимых преступник отправился за решетку. Безоговорочно. Мы, государственные обвинители, действительно пропускаем уголовные дела через себя. Мы переживаем, скрываем эмоции, поскольку перед тобой пострадавшие от насилия дети, люди преклонного возраста, слезы матерей, как со стороны потерпевших, так и со стороны подсудимых. Самое сложное делится Светлана взять себя в руки, переключиться и после работы смотреть на людей простым взглядом, жить обычной жизнью, психологически не нести домой детали разбойных нападений, убийств, грабежей, изнасилований. Часто приходится включать холодный расчет. Но главное, благодаря профессионализму преступник всегда несет наказание. Больший интерес, конечно, вызывают уголовные дела с активной позицией стороны защиты, когда возникает необходимость в опровержении новых доводов подсудимого, в предоставлении дополнительных доказательств несостоятельности его версии, версии подсудимого о непричастности к совершению преступления, использовании тактических приемов при допросе участников судебного заседания для получения значимой информации по делу. Чем сложнее и запутаннее дело, тем занимательней процесс работы над ним, рассказывает Светлана. Еще интереснее доказывать вину подсудимых непрофессиональным судям, присяжным. Вот здесь ты сам словно вновь на экзамене доказываешь уже свой профессионализм. Решаешь задачи по восстановлению справедливости. Служишь закону и людям. Ксения Майер, Зураб Кабахидзе, Новости.